60 килограмм меда с личной пасеки врача, денежные средства и медикаменты. Все это уже сегодня отправится в Мариуполь. Груз как никогда необходим нашим добровольцам на фронте. В сборе помощи принимали участие неравнодушные ульяновцы. Буквально за две недели врачам удалось собрать большой груз с медикаментами и расходными материалами для оказания экстренной медицинской помощи и для отправки в госпиталь Мариуполя. Анестезиолог и реаниматолог Ольга Идрисова подчеркнула, что долг любого врача – спасать людей. Независимо от того, где приходится это делать – в современной операционной или в полевых условиях. Мы искренне благодарим всех тех, кто участвовал в сборке, формировании и отправке груза. И я уверена, что благодаря нашей помощи домой вернется больше отцов, мужей и сыновей. Врачи собрали расходные материалы и вещи для своих коллег, которые трудятся на Донбассе. Это различные внутривенные катетеры, шприцы, бинты, перчатки, теплые вещи, одеяло и подушки. Врач-эндоскопист Ульяновской областной клинической больницы передал в Мариуполь несколько ведер свежего меда со своей личной пасеки. Сотрудники регионального сосудистого центра помогли со сбором денежных средств, расходных материалов и вещей. Когда твой коллега рассказывает, плюс все равно уже пошли эти пациенты, и ты видишь выписки непосредственно с тех больниц, становится не то чтобы страшно, а просто понимаешь, что если можешь помочь, то сидеть на месте точно не надо. Надо встать и помочь. Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли девушки из мотоклуба «Ночные валькирии». Они уже не в первый раз оказывают помощь жителям Донбасса. Не могли оказаться в стороне, так как сама являюсь еще и сотрудницей данного учреждения. И девочки, которые находятся у меня в отделении, тоже очень приближенные к медицине. И оказались рядом и протянули руку помощи. Помимо материальной помощи солдатам и врачам, которые находятся сегодня на Донбассе, очень важна моральная поддержка и теплые слова. Участницы мотоклуба «Ночные валькирии» написали коллективное письмо нашим бойцам. Мы с девочками решили написать слова благодарности и слова поддержки нашим бойцам, ребятам. Ну, пусть это что-то такое малое, но это написано с душой. Жители Ульяновской области активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Каждый помогает своим землякам, добровольцам, мобилизованным и местным жителям Донбасса, чем может. И только по зову сердца. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.